Ну и сейчас мы обсудим эту глобальную международную встречу с Александром Мережко, это народный депутат Украины, вице-президент ПАСЭ. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, читая вот о чем говорил генеральный секретарь ООН Антонио Гутьерреш в своем вступительном слове на CNBC сайте, и вот он сказал о том, что наш мир в опасности и парализован. Мы застряли в колоссальной глобальной дисфункции, имеется в виду бездействия, невозможности что-то предпринять конкретно, ну и далее призвал мировых лидеров заняться решением проблемы надвигающегося климатического кризиса, гендерного неравенства, крайней нищеты. Но тут интересно, знаете, он говорит, подтолкнул их к инвестированию в политику, способствующую миру во всем мире. Как-то это, знаете, звучит немножечко по-киношному, и после того, как сейчас сказал наш журналист по поводу выхода из такого импотентного состояния ООН, действительно ли вы видите, что те решения, которые принимаются, они еще могут и выполняться, ведь у ООН, по сути, ну, во-первых, нет такой функции, что они будут еще иметь возможность какую-то ответственность требовать за невыполнение этих решений. А второе, вето Российской Федерации как было, так и остается, несогласные по поддержке, да, несогласные по поддержке Украины, страны, как были, так и остается. То есть вообще этот состав ООН в том виде, в котором он после Второй мировой войны существует, он остается. Так как вы думаете, вот эти решения громкие, которые принимаются, или те деньги, которые в большем объеме будут вливаться, они смогут переломить ситуацию без глобального реформы вот этого органа? Действительно ли он перестал быть импотентный? Может ли Украина быть инициатором этих перемен в ООН? Дело в том, что Организация Объединенных Наций действительно в каком-то плане устарела, поскольку ее структура, она создавалась с учетом реалий послевоенного времени, то есть с учетом тех государств, которые являлись на тот момент победителями. В своих возможностях Организация Объединенных Наций ограничена. Ее главным органом является Совет Безопасности, который принимает резолюции, имеющие юридически обязательный характер, это статья 25 Устава ООН. А Генеральная Ассамблея ООН, она может принимать резолюции, которые имеют, к сожалению, только рекомендательный характер. То есть основным органом, который несет основную ответственность за поддержание Международного мира и безопасности, как сказано в Уставе ООН, является Совет Безопасности. Но на сегодняшний день он парализован и не выполняет свои основные функции, скажем, он не создает гарантии борьбы с агрессией, поскольку несколько, скажем так, государств, которые считают себя постоянными членами Совета Безопасности, я имею в виду Россию, они используют право вето. Это парализует работу и мешает развернуться ООН во всю силу. Касательно реформы, то действительно вопрос о реформе ООН ведется уже десятками лет. Но проблема заключается в том, что согласие на проведение любой реформы, а такая реформа требует изменений Устава ООН, получить можно только на основе согласия постоянных членов Совета Безопасности. И опять-таки Россия или Китай, они просто заблокируют те решения, ту реформу, которая будет им невыгодна. — Попросим вас немножко чуть-чуть вниз телефон опустить, потому что, да, мы вас хуже стали видеть. Ага, да, вот, отлично. Спасибо большое. И в продолжение этой темы я бы хотел напомнить, о чем шла речь в нашем материале. Например, почему сейчас мы говорим о специальном трибунале, вообще обсуждаем для Путина его окружение, которые способствовали, были зачинщиками полномасштабного вторжения, ну и вообще в отношении всех тех преступлений, которые происходят сейчас на территории Украины. Самый последний пример — это, естественно, изюм Харьковской области. Но потому что, чтобы рассматривал Международный уголовный суд это, нужно пропустить через Совет Безопасности, где, опять же, как вы справедливо совершенно заметили, Россия имеет право вето, накладывает на любое решение свое вето, все, дальше решение не принимается. Но при этом же Генассамблея ООН — это отличная площадка для кулуарных договоренностей. И, соответственно, Украина может для себя пролоббировать намного больше неофициально, чем официально будет заявлено. Ну, например, там, Киевский договор безопасности, Фог Расмусен и Ермак, да, тот, который нарабатывали, например, те пункты, он же неофициально еще называется Киевский договор безопасности, это пока рабочее название. Соответственно, что Украина может для себя еще привести с 77-й Генассамблеи? Ну, самое главное, мне кажется, достижение — это укрепление коалиции государств, которые готовы участвовать в противостоянии российской агрессии, которые готовы реально помогать нашей стране. Это, мне кажется, главная задача и главное достижение. Вы абсолютно правы, то, что в такого рода организациях самое интересное как раз происходит за пределами зала, то есть именно в кулуарах. Там происходит самое интересное и самое важное. И от этого зависит то, в каком направлении будет двигаться мировое сообщество, насколько оно будет поддерживать Украину. Это очень важно. То, что касается идеи и проекта о создании специального международного трибунала по преступлению и агрессии, то как раз один из возможных вариантов создания такого трибунала на основе принятия соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. И это, конечно, зависит в первую очередь от того, насколько эффективно наша дипломатия сможет убедить государство-члены ООН поддержать этот проект и принять участие в качестве сторон в соответствующем международном договоре. Так наша делегация, она должна и может убедить только с трибуны ООН? Или это пролонгированная, постоянная, регулярная работа, которая должна проводиться уже сейчас? Ведь мы видим, насколько активно сейчас борются за внимание некоторых регионов, которые, я так понимаю, что даже в рамках ООН могут принимать решения и влиять на ситуацию. Это африканские страны, это латиноамериканские страны, это некоторые страны Ближнего Востока. Насколько вот сейчас здесь нужно сконцентрировать свое внимание, кроме исключительно стен зала ООН, за которым мы сейчас наблюдали в поле окне? Да, совершенно верно. Дело в том, что это постоянная систематическая работа, которая ведется как на всех площадках международных, как и в зале, где происходит заседание Генеральной Ассамблеи ООН, так и в кулуарах. И эта работа ведется очень эффективно. Дело в том, что на сегодняшний день нас готовы поддержать, в основном это европейские государства, это Соединенные Штаты. Но нам надо сделать более эффективной, более интенсивной работу с государствами, которые представляют Латинскую Америку, Африку, Азию. Дело в том, что там идет своя борьба. Россия пытается каким-то образом, скажем, сделать так, чтобы эти государства были более восприимчивы к ее нарративам. С этим необходимо бороться, мы все это делаем. Но вот президент как раз очень правильно сказал, что наша дипломатия должна посвятить больше усилий, поставить фокус своей деятельности именно государства этих регионов. Это важно, потому что от этого зависят голоса и в Генеральной Ассамблее ООН, и в конечном итоге реализация проекта по созданию специального международного трибунала по преступлению и агрессии. Редактор субтитров А.Семкин